Приветствую, друзья! Это Ньюсейдр, я Александр Кушина. Итак, 4 августа в городе Азов, Ростовской области, этой самой многострадальной Ростовской области, по которой украинцы бьют что ни день, произошел масштабнейший пожар рядом с резервуаром, с топливом, ну или же на самой нефтебазе. Местные жители заявляют, что прилетели дроны, вот что они говорят. Ну а с другой стороны российские пропагандистские каналы, в частности Ридовка, говорят, что мол все хорошо, это всего лишь изначально горела сухая трава, потом пожар перекинулся на склад с мусором и покрышками, ну а потом уже он перекинулся на соседний склад с чем-то более горючим, возможно с пиломатериалами или с чем-то еще, и в общем он вплотную подобрался вот к той самой нефтебазе. Я просто процитирую сейчас, а вы потом оцените, насколько это вообще адекватно, такой комментарий давать. Итак, Азов заволакивает черным дымом, да-да, а вы тем временем наблюдайте вот сейчас за этим черным дымом, вот за этим масштабнейшим пожаром на ваших экранах. Дымом, который виден из соседнего Батайска, и даже западной части Ростова-на-Доно, на открытой территории загорелся мусор, среди которого были и автомобильные покрышки, сообщило МЧС, огонь перебросился на склад поблизости, а теперь вплотную подобрался к резервуарам нефтебазы, что грозит известными последствиями. Общая площадь пожара составляет 5000 квадратных метров. Местные СМИ со ссылкой на МЧС сообщили, что в 13.00 примерно на этой же улице фиксировалось возгорание сухой травы, которая была локализована. Друзья, ну для начала давайте все-таки наконец обсудим с вами вот эту известную формулировку возгорания сухой травы, которую российские пропагандистские источники в рамках этой полномасштабной войны, как вы понимаете, вспоминают нужно или не нужно всякий раз, когда происходит что-то непонятное. Сухая трава у них в Крыму, сухая трава у них в Луганске, сухая трава у них в Донецке, сухая трава у них под Ростовом, сухая трава у них вот где бы то ни было. Ну и вот здесь, в данном случае в Азоне, сухая трава. Послушайте, что это такое? Вообще говоря, вот давайте я сейчас спрошу для начала у тех зрителей, которые смотрят наш канал из цивилизованных стран, то есть не из России. Вы когда-нибудь видели свои жизни, ну не знаю, где угодно, может быть вы во Франции находитесь или вы находитесь в одной из стран Балтии, может быть вы в Польше, может быть вы в Болгарии, может быть вы в Румынии, может вы из Соединенных Штатов. Как часто вам лично доводилось наблюдать возгорание сухой травы от жары? Нет, я понимаю, конечно, теоретически такое возможно и теоретически такое происходит. Друзья, вот я, например, в Литве не видел ни разу возгорания сухой травы. Более того, вот за 10 лет жизни здесь, в Литве, я ни разу не видел вообще никакого возгорания в лесу. То есть я прожил на Дальнем Востоке 30 лет. За эти 30 лет, возможно, 20 лет я наблюдал за тем, как горят дальневосточные леса по полгода. Каждые полгода на протяжении 6 месяцев горело. Страшный смог, ужасающий дым, удушающая вонь, которая, естественно, вредит здоровью, и это каждое лето. И да, возможно, трава горит, возможно, лес горит. Почему горит? Послушайте мне, это явно связано с деградировавшей системой и моральных понятий, ну и, разумеется, нормативов, или, точнее говоря, отсутствия таковой. В любой уважающей себя стране должны быть правила, которые запрещают вот такое небрежное отношение к природе, к лесам, к траве, к чему угодно, что имеет отношение к экологии. То есть это какие-то базовые вещи, потому что они имеют отношение, на самом деле, к здоровью всего населения. Вот представьте себе еще раз, Дальний Восток, Хабаровск, Хабаровский край, каждый год страшный смог. Уверен, у них и сейчас то же самое. Да, собственно, мы и делаем материалы в рамках Дальневосточного фронта, это так называется наша рубрика, где, в частности, мы недавно говорили про это самое возгорание на природе, и, естественно, наблюдения показали, что это, естественно, все рукотворные пожары. Значит, возгорание сухой травы возможно только в России. Это так вот, на секундочку. Тем более, простите меня, но если мы говорим в данном случае о городе, мы не говорим с вами о лесе, это Азов, то есть это населенный пункт, какая там может трава гореть, с чего бы она там горела, что кто-то покурил мне там, или кто-то специально поджигает ее. Нет, непонятно, потому что это все равно что сказать, что, не знаю, условно, в Вильнюсе, или в Софии, или где-нибудь в Риме, или где-нибудь в Афинах загорелась сухая трава. Ну, послушайте, вот все города, которые я перечислил, кроме Вильнюса, это южные города, там жара страшная, там жара куда больше, чем в той же Ростовской области. Но там не возникает пожаров из-за сухой травы, которые перекидываются на мусор с покрышками оттуда на нефтебазу. Правильно? Правильно. То есть, если это действительно сухая трава, то что ж, в данном случае, наверное, я бы не удивился, потому что это Россия. Что называется, угадайте страну. Поэтому, дорогие друзья, если вы смотрите наш канал из России, я думаю, да, вы, вероятно, понимаете, о чем речь. И тут я могу только посочувствовать тем россиянам, которые смотрят канал Ньюсейдер, не поддерживают российскую агрессию против Украины и вынуждены становиться заложником Путина не только в политическом смысле, но и в таком вот, в экологическом смысле, потому что, действительно, вся Россия горит и горит каждый год. Никто этим заниматься не собирается, никаких мер не принимается. Что рядовые россияне плевали на эту пожарную безопасность в лесах. Что правительство России и регионов никаких мер не предпринимает для того, чтобы не горели леса. А если уж загорелись, так они их так тушат, что лучше бы не тушили. Ну, вы видите, как это происходит. Но, с другой стороны, мы видим, что именно, еще раз говорю, в рамках полномасштабного российского вторжения, при каждом происшествии под тем же Севастополем, вот, условно, Разважаева, я не говорю, что именно от него, но от него тоже, кстати, мы слышим про сухую траву. Потом выясняется, что на самом деле сгорела база ПВО вместе с самолетами. А изначально говорилось про исключительно сухую траву и что все сбили. Таким образом, в данном случае я допускаю версию, которую высказали местные жители. Уж им-то, наверное, виднее. Они уже столько насмотрелись за вот эти месяцы, что, вероятно, они не так уж и далеки от истины. Дроны. Дроны. Вполне возможно, дроны. Конечно, украинская военная машина не будет же объявлять, что она тут запустила дроны по АЗО. Но нужно помнить, какой сегодня день. Сегодня день ВВС Украины. В этот день украинцы, во-первых, навалили, причем очень жестко навалили луганских оккупантов, причем комбинированным ракетным ударом. Там были АТЭКОМС, там были СТОРМШЭДО, возможно, было что-то еще. Возможно, работали Ф-16. С другой стороны, украинский президент Владимир Зеленский объявил о работе Ф-16. Украинцы, конечно, я имею в виду военных, все-таки подчиняют свои действия военной логике, но не сказать, что они не любят символизм. Любят, конечно. Любят, и возможно, что вот то, что сегодня произошло, в частности, в АЗОВе, это часть вот этого символизма. Когда показали работу Ф-16, когда взорвали оккупационную базу в Луганске, ну почему бы не взорвать заодно нефтебазу в АЗОВе? Я вполне это допускаю, это вполне может произойти. Тем более, что, как вы понимаете, в последние дни и недели Ростовская область стала рекордсменом по приему украинских дронов и ракет. Обратите внимание, как часто там горит. Посмотрим по последним двум неделям. Аэродром Миллерово и Морозовск подвергались ударам. Нефтебазы в Ростовской области подвергались ударам. Что здесь можно сказать? Неудивительно, что в АЗОВе сегодня загорелось. Опять же, поясняю, что у меня нет точного, конечно, знания по поводу того, что случилось в АЗОВе. Но вообще говоря, перед нами та самая притча «Волки-волки» только наоборот. То есть на этот раз, вероятно, да, как говорил Фрейд, сигара-то просто сигара, сухая трава-то просто сухая трава. И на самом деле это просто, условно говоря, техногенный пожар. То есть это не результат прилета. Но местные жители настолько уже привыкли к тому, что украинские дроны добираются до цели, а российское ПВО не способно ничего сбить и не верят местным ведомствам, которые многократно уже лгали о том, что все перехвачено, что вот они и выходят с этими заявлениями на камеру. Что у нас опять прилет. А это на этот раз не прилет. Ну ничего, они своих прилетов дождутся. Все еще будет. Спасибо, друзья. Я рад объявить о том, что мы завершили прежний наш сбор для 47-й бригады. И сегодня, 3 августа, открыли новый сбор. Сбор в пользу двух групп сил обороны Украины. Первая группа – это подразделение одной из 10 новых бригад ВСУ, которые сейчас проходят обучение и готовятся заступить на службу. Им срочно нужны следующие вещи. Зарядные станции, старлинки, коробка передач для автомобиля, который уже куплен, кабель, светильники и лопаты. Вторая группа – это подразделение, которое работает в составе главного управления разведки Украины. А вот им уже требуется автомобиль высокой проходимости для выполнения специальных задач. Список оборудования по наименованиям и количеству представлен в описании к этому видео. Там же вы найдете и реквизиты организации Hoplon Foundation, которая и ведет этот сбор. А именно, реквизиты ее банковского счета и ее Paypal. Как и в прошлый раз, вы найдете отсчеты в виде скринов здесь, а также в моем телеграм-канале. Ссылку на него я отдаю в описании. Помочь можно и нашему каналу через ресурсы, которые вы найдете там же в описании. То есть, через Paypal, банковский счет, BuyMeCoffee, Patreon. А также суперспасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим видео. Низкий поклон всем, кто помогает нашему каналу, потому что он существует в значительной степени благодаря вашей поддержке. Ну а особенное спасибо всем, кто помогает собирать средства для ВСУ. Оборудование для 47-й бригады уже закупается. Этим занимается Жиринос, он же повезет оборудование в Украину. Скоро будет доставка, которую мы, конечно же, в итоге покажем на фото и видео. Благодарность от Кедра и всех бойцов ВСУ, которым вы помогли. Ваша поддержка спасает жизни. Мира и здоровья вам. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok